Горы цветов, игрушки, заплаканные глаза керчан. Возле колледжа открыли памятный знак погибшим. Меры безопасности усиленные. Людей пропускают через рамку металлодетектора. В годовщину трагедии часть студентов, пострадавших тогда, отпросились с занятий. Переживать это снова тяжело. Почтить память погибших пришло немало керчан. Мы хотели бы почтить память погибших детей. Керченских, все равно дети наши, все дети. Это коснулось очень многих семей, как жителей этого города, как мама, как бабушка. Конечно же, я тоже здесь. Елена Полюшкина, преподаватель колледжа. В день трагедии выводила детей из здания и помогала раненым. Страшно это сейчас, когда осознаешь все больше и больше. Уходит время, и ты осознаешь, что такое не должно быть. У меня не было страха. У меня было просто желание понять, что произошло. Дашу Чигерест мы не смогли спасти. Мы тогда не понимали, что у нее внутренние разрывы. На носилках ее донесли до ворот. Преподавательница поняла, что произошел какой-то взрыв. А в то, что в колледже еще и стреляли, даже не могла поверить. Один мальчик оказался на скамеечке лежащем, который не мог идти. И я на спину его погрузила себе. Он сказал, что это не от взрыва. Я говорю, откуда раны? А рана была и в шее. Ксения Валерьевна держала ему, зажала шею, чтобы не текла кровь. Вот у него еще простреляны были ноги. Вот. И он сказал, что стреляли из туалета. Я не поверила. Я говорю, ты ошибаешься, этого не может быть. Массовое убийство произошло во время большой перемены. Студенты как раз вышли в коридоры и пошли в буфет. Именно там и прозвучал взрыв. Затем на лестнице и в коридорах послышались звуки взрыв-пакетов и выстрелы. Погиб 21 человек, включая студента Рослякова, который по версии российского следствия покончил с собой в библиотеке колледжа. По данным Минздрава России, большинство погибших от огнестрельных ранений, пострадавших от взрыва. Этим летом умерла еще одна женщина. Пожилая преподавательница Ольга Грищенко получила ранение в живот. Долго лечилась. До сих пор находится в московской больнице студентка Наталья Калиниченко. Она была в эпицентре взрыва. Потеряла стопу, получила многочисленные переломы. Многие пострадавшие до сих пор ходят к психологу. Психологическая травма, она гораздо сильнее, чем мы думаем. И в некоторых случаях гораздо даже более глубокий отпечаток оставляет, чем травма физическая. Мать Рослякова сменила фамилию и переехала, говорят родственники. Тело подозреваемого кремировали. Где похоронили, неизвестно. Вот они какие-то скрытные. А вообще не уехали. Я даже знаю, что под чужой фамилией похоронили ее сына. Завершилось ли расследование массового убийства? Неизвестно до сих пор. Сначала дело было возбуждено по статье «Теракт», но быстро переквалифицировано на убийство двух и более лиц общественно опасным способом. Одно из последних заявлений главы следкома Александра Бастрыкина было сделано еще весной этого года. Причина – унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделки под американские. Футболка точно такая же. Не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат. Российские политики и чиновники после трагедии заговорили о необходимости взять под контроль активность молодежи в интернете. За год российская прокуратура заблокировала в Крыму полторы тысячи интернет-пользователей. По официальной версии, все они имели отношение к пропаганде насилия в школах. Звучат и требования расширить полномочия Росгвардии. Сегодня у Росгвардии нет права на оперативные мероприятия, связанные с оборотом оружия. И это снижает степень защищенности населения. Переосмыслить безопасность объектов не только образовательной сферы, но и всех других. Требовали также, чтобы учебные заведения охраняла Росгвардия. Такой законопроект подали в Госдуму. О том, что массовое убийство будут пытаться использовать для усиления влияния силовиков, сразу после трагедии предупреждал и адвокат Николай Полозов. Безусловно, российские власти используют подобного рода трагедии для достижения своих собственных интересов. Уже сейчас совершенно очевидно, что в условиях, в которых сейчас находится Крым, силовики будут использовать эти события для того, чтобы максимально увеличить свое влияние. Под видом усиления безопасности в Крыму стали задерживать еще больше людей, которых обвиняют в экстремизме и терроризме. Секретарь Совета нацбезопасности России заявил, что в Крыму нужно дополнительно усилить меры безопасности. Проверки мест массового пребывания людей свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности. После таких заявлений в Крыму появилось еще больше заборов и заграждений на вокзалах. Устанавливают новые громкоговорители, через которые просят быть бдительными людей. А вот военизированных представлений, лагерей и уроков с оружием для школьников меньше не стало. До аннексии полуострова формирования похожего на юн-армию в Крыму вообще не существовало. А именно такая атмосфера может влиять на психику молодежи, считает российский политолог Руслан Мартагов. Когда вам предлагают военизированные стрелялки, бегалки там разные, какие-то игры наших, не наших, все это естественно отдает отпечаток на формирующуюся личность. Понимаете, я бы просто запретил бы в школе вообще вот эти вот юные армии, все, как будто можно подумать, что мир находится на грани войны и завтра на нас уже кто-то нападет. Вот эта вот психология окруженного со всех сторон врагами человека, тем более в юном возрасте, она естественным образом оставляет на нем осадок. О влиянии российской риторики на психику говорили еще год назад украинские эксперты. Регулярные публикации в СМИ о врагах и оружии приводят к росту насилия в обществе, считает психолог-криминалист Юрий Ирхин. Связано ли это с информационным накалом? Да, я думаю, что, конечно же, связано. То есть политика навязывания агрессивного мышления, скажем так, повышения градусности потенциальной готовности к нападению и на упреждение этого нападения. Природным образом повышает уровень агрессивности, то есть даже где-то на уровне паранойи. Заборы, решетки и громкоговорители, предупреждения о терроризме, все это продолжает нагнетать в Крыму тревожную атмосферу. Колледжи после трагедии усилили безопасность. Теперь тут новая пропускная система, сигнализация, еще больше камер наблюдения.